так друзья решил немножко сейчас прокатиться а поводом покатушки стал следующий я сегодня купил гель и интегрировал этот гель то есть гелевая подушка 25 на 20 сантиметров толщиной полтора сантиметра я и сегодня вмонтировал себе в сиденье и чудо захотелось мне поэтому сейчас выехал немножко на улицу чтобы протестировать как она будет сидеться на нее красиво идет так так на чем это я в общем решил я сегодня протестировать точнее сейчас свою подушку до этого я использовал двойную сеточку на сиденье в принципе мне она выручала ну чё-то мне надоело думаю дай-ка сделаю нормально красиво чтобы было без сеточек попробую вот сейчас без сеточки еду и как-то непривычно как будто новое сиденье она немножко ниже стало в общем странные ощущения насчет подушки гелевые пока ничего не понял вот еду сколько ну минут 10 может быть уже и пока вот вообще ничего не понял работает она или нет ну вроде как вот по кочкам по камням сейчас ехал и как бы вроде нормально было сейчас пока то пасть покатаюсь немножко подольше с полчасика хотя бы чтобы вообще понять потому что я помню по дефолту если без всяких сеточек без ничего там каждые 50 километров превращалась в плоскую и очень болела а это где-то ну получается полчаса езды если где-нибудь по автобану поэтому я сейчас потихонечку покатаюсь и паспа наблюдаю за ощущениями так ну когда вот на кочках на камнях еду как будто вроде помягче стало а вот если так вот рукой допустим трогаешь это место то как будто не отличается как до этого было вот рядом места там где геля нету строгую вроде даже ощущается как будто мягче что ли непонятно поэтому я когда поеду сейчас дальняк я обязательно с собой возьму чего-нибудь или сеточку или еще у меня там есть одна такая подушечка ну в общем возьму поеду все равно сначала до дочери на датская немецкая граница она живет как раз 500 километров до туда посмотрю по им по мониторе ситуацию если будет все окей то просто у дочери оставлю все ненужное сброшу так скажу балласт и все так обеду упс песочек пацаны встали немножко неудачно ух тащит немножко по песочку ну ничего так не критично даже интересно а такой легкий кирова бы делать правило немножко подвеску если потихонечку ехать то нормально а если конечно тут индует так сказать на скорости то немножко грустновато мотоцикл не для этого так какой-то водоемчик справа должен быть ну-ка ух как уже чудо темнеет начала так да вон водичка но это такая лужа для собак может сказать самое то тут какая-то дамбочка кто-то стоит тоже какая-то лужа давай-ка мы сейчас туда проедем посмотрим чё там тоже какое-то озеро ух ты а чё там такое вода хлещет труба что ли какая-то там проходит или чё интересно здесь рыба есть в принципе здесь местечко классная да тоже водичка вот можно скажем так при желании здесь даже палатку разбить ну здесь собачников наверно много ух тут даже такой спуск к воде был прикольно так ну пока вроде нормально жопе так если конечно можно привстать реально без этого без сетки как будто ниже стал сидеть там чувствуется в принципе можно сетку тоже поставить и спереди ближе к баку там что-нибудь подложить чтобы как бы немножко угол изменить и будет наверно классно ух так с той стороны тоже дорога есть там я еще не ездил надо бы посмотреть куда она ведет ну там в принципе он уже тупичок то здесь так трясет так но канада у камеру надо подтянуть немножко то и выворачивает по ту же застегнуть вот ну и в принципе там уже он тупик какой-то надо уже наверно развернуться хотя дайте ближе подъедем посмотрим чё там его сейчас самому любопытно ух хорошо то как это интересно нет раньше был тупик а сейчас нет не тупик или меня глючит куда я приехал я не понял интересно мост какой-то куда он ведет а поехали сюда посмотрим так мы сейчас а ну мы сейчас тогда поедем вдоль забора тоже такая типа эндуро дороге были грунтовка ну я понял теперь будем знать что так можно иногда будем кататься так почему нет облака красивые я жду не дождусь к в норвегию поедут там вот выше когда выше полярного края и круга поднимаешься там небо другое совершенно другое не как вот здесь а я помню когда ехал в прошлый раз так медитировал на эту тему хорошо идем а у и были уроки хуя себе ну это я вовремя привстал так что такой небольшой кружочек создал он те пацаны на машине которые стоят ну я сейчас тем же маршрутом как и въезжал век не упасть бы здесь здесь еще такой наклон в бок и песочек до песочек такой хороший укатанный влажный не сухой тык еще нормально прет ух блин главное вовремя надо привставать в стоечку чтобы не буду туда не пробивает нормально надо потренироваться странная когда сейчас газу дал он на второй передаче так и пер не переключался автомат может чувствует что я ну и грунт такой нехороший и текшен не дает хотя разгоняться-то разгонялся так ничего класс не знаете чего жопе нормально я вот так частенько выезжаю и жопа по-другому себя чувствует сейчас я здесь припаркуюсь и покажу вам саму сидуху как она все сейчас смотрится здесь так как тут так удачно так шапись идет замечательно ладно вырубаю пока эту камеру так друзья как выяснилось на посте что у меня не записался звук очень обидно ну в общем ладно придется так записать поверх видео вот собственно можете видеть как это все выглядит на непосредственно на мотоцикле ну есть небольшой косячок вот справа там видите уголок от этого торчит вот куда я сейчас пальцем показываю а в целом в остальном не видно но это опять же при желании этот косячок можно легко исправить там скобки их убрать подрезать и степлером опять же все заново переделать как бы не вопрос но меня не мешает поэтому я пока так сейчас мне не до этого может быть потом когда-нибудь в другое время другой раз я это все переделаю